Радио Болтком Радио Болтком Радио Болтком Радио Болтком Радио Болтком Опять-таки, для тех, кто смотрит сериалы, и фильмы, еще и новинки в наш кинотеатр. То есть огромнейшее количество тем, так, я не знаю, успеем, не успеем, что успеем, то о том расскажем. С чего начнем? Ну, можно начать с премьеры, наверное, одной единственной такой большой, которая в наших кинотеатрах, и тем, кому интересно, сможет подумать, хочет ли он пойти в кино. В общем-то, премьера действительно одна, это картина, романтическая комедия, «Тикет в парадайз», «Билет в рай», где сыграли Джордж Клуни и Джулия Робертс, причем я так даже посмотрел, очень интересно, они распределяются в титрах. Джулия Робертс повыше, но как будто бы слева Джордж Клуни, то есть как будто бы он идет первым, но выше Джулия Робертс. То есть я понимаю, что когда две звезды, вот им очень равных по значению, по авторитету, им очень сложно каким-то образом согласовать, кто будет идти первым, кто вторым, и вот они придумали такую хитрую. Вот я даже смотрю постер этого фильма, и там они оба изображены, и сверху они подписаны, и подписаны противоположно, то есть над Джулией Робертс написано Джордж Клуни, над Джорджем Клуни написано Джулия Робертс. По простому человеку понять это очень сложно, почему именно так, но в индустрии там свои правила, кто главнее, кого больше гонорары и прочее. Это все всегда регламентируется и является источником проблем. Помню, что читал, например, что Аллен Делон и Жан-Поль Бельмондо сильно поругались, и практически очень долго, при том, что они были друзьями, очень долго не общались из-за того, что один был главнее на постере. То есть вот до такого доходит ситуация. Но вот все не случайно, как говорится. Я сначала заподозрил, что фильм является ремейком французской комедии «Эй, афиат, ле кюдль», ну, который там переводили, по-моему, все верно. Ну, в общем, какое-то такое название было русское совершенно другое, поскольку первая часть фильма абсолютно совпадает. Бывшие супруги, которые находятся в разводе, летят на свадьбу своей дочери и сталкиваются в самолете. То есть чуть ли не вынуждены даже сидеть вместе. Это вот абсолютное совпадение двух этих комедий. Но дальше начинаются разночтения, потому что во французской комедии из-за того, что взорвался вулкан, они оказались запертыми в каком-то местечке, где должна была быть пересадка самолетов, и, ну, в итоге они вынуждены быть вместе. Здесь же, вот, я понимаю, билет в рай, они прилетают без, ну, без особых приключений на свадьбу, и дальше уже просто их отношения развиваются во время свадьбы дочери. И, ну, понятно, что сначала они ненавидят друг друга, а потом вдруг обнаруживается, что между ними много общего, и какие-то даже, в общем, симпатии начинают испытывать. Честно говоря, вот сюжет как будто бы не стоит выеденного яйца. Здесь вся прелесть в химии звезд, поскольку Джордж Клуни и Джулия Робертс, по-моему, уже в шестой раз играют вместе. Один из друзей Ушина, они тоже играли бывшую, кстати, пару. И ряд там была картин, я сейчас боюсь соврать, в каких картинах они играли вместе, этим сейчас можно прогуглить. Но большое количество шуток как раз просто вот базируется, строится на том, что они все время конфликтуют, подкалывают друг друга. И, в общем-то, легкая, ничем не обременяющая романтическая комедия. Ну, отличный выбор, наверное, на уикенд. Плюс, как ты правильно сказал, актерский состав, что Клуни, что Джулия Робертс не такие частые сейчас гости на большом экране. Джулия Робертс так особенно, она появляется не так особенно в романтических комедиях. Это отличный камбэк, так скажем, к ее первым ролям, красотке и прочим, когда она блистала именно в ром-комах. Так что те, кто хочет вспомнить, как она хороша в этих ролях, может посетить фильм. Замечу, что выглядит она, ну, судя по трейлеру, фильм я не видел. Очень хорошо для, в общем-то, актрисы в ее, ну, простите, возрасте все-таки, скажем честно, что ей, по-моему, в районе 50 лет. И играть в этом возрасте... Ну, вот Сандра Буллок еще играла девочек в романтических комедиях в этом же возрасте. Они примерно одногодки. И, конечно, это говорит о том, что, ну, вот она в великолепной форме, очень хороша, свежа, очаровательна. Но и Джордж Клуни, несмотря тоже на седину, седую бороду и, в общем, волосы, в принципе, ну, очень-очень неплохо. Да, ну, расскажи теперь тогда о Венецианском фестивале, который мы в прошлый раз обещали рассказать о победителях. Ну, в общем-то, завершился 79-й Венецианский кинофестиваль. «Золотой лев» получил, как для многих это было достаточно неожиданным решением, документальный фильм. Во-первых, не часто документальные фильмы вообще принимают участие наравне с художественными в конкурсах. А уж, чтобы выиграть главный приз, это вообще, по-моему, такого еще не было. Картина «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас. Это, кстати, не первая ее победа. Ее фильм, правда, Сноудена выиграл Оскар в номинации «Лучший документальный фильм». Вот, в жюри, я еще раз напомню, была Джулиана Мур возглавляла, и там также был приписатель Кадзо Исигура. «Серебряного льва» получил фильм-гран-при «Сент-Омер Элис Диоп». «Серебряного льва» за лучшую режиссуру целиком и полностью. Это картина Лука Гуаданильо, который снял вот с Тимоти Шаламе, назови меня своим именем до этого. И опять-таки Тимоти Шаламе играет, и молодая актриса, которая, кстати, получила кубок Вольпиза. Нет, она получила приз Марчелла Мастрояни как лучший дебютант Тейлор Рассел. Отметили «Башни и Нишерина». Это ирландское кино с Брэндоном Глиссоном и Колином Фарреллом. Они тоже очень часто снимаются вместе. И тот же самый режиссер, который снял «Залечь на дно в Брюге». Поэтому вот кубок Вольпиза лучшую мужскую роль получил Колин Фаррелл. Приз за лучший сценарий получил вот Мартин Макдона. Он же был и сценарист, и режиссер. Кого я еще забыл? Кейт Баланшетт получила кубок Вольпиза лучшую женскую роль. Она сыграла женщину-дирижера, которая переживает творческий кризис. Это реально, это снято по реальной биографии. И был специальный приз, который получил Джафар Панахи. Это иранский режиссер, который был арестован, по-моему, незадолго до конкурса. И вот какая-то такая странная история, когда в стране вроде бы с одной стороны режиссеру ухитряются снимать кино, но за это и попадают за решетку. И, в общем-то, отношение властей какое-то такое двойственное. Вот фильм без медведей. Да, хотел спросить, о блондинке, о Мэрилин Монро что-нибудь досталось? Нет, 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 там ничего не было. По-моему, она даже в неконкурсе, если я не знаю, была ли она в конкурсной программе или в неконкурсе показана. Ну вот я просто читал, что мы в прошлый раз говорили о том, что фильмом овации встречали длинными, но и что именно блондинка удостоилась самой длинной овации, которая длилась 14 минут. То есть если какой-то изобретут овация-ометр, то, наверное, блондинка бы победила все-таки, потому что Анна Де Амос там блистала, говорят, в этой роли, и очень хорошо выжилась. И будем ждать и надеяться, что этот фильм выйдет у нас на экранах. Ну и теперь, наверное, можно несколько слов сказать про Жанна Люка Гадара, который вот ушел из жизни добровольно. Он совершил эвтаназию в возрасте 91 года. И он уже объявил о том, что уходит из кино. Его последние две картины, сценарии «Смешные войны», вот непонятно, они закончены, не закончены, выйдут они на экраны или нет. Огромнейшее количество фильмов он снял, там 130 картин. И большинство из фильмов, скажем так, это не массовое кино. Но, пожалуй, самые лучшие его, самые популярные картины были созданы в 60-е годы. Это, конечно же, фильм «На последнем дыхании», который стал таким манифестом «Новые волны». И это, по-моему, была одна из первых таких картин с Жаном Полем Бельмондо, которая принесла ему известность. Он нам совершенно еще молодой. Практически это был его такой полнометражный, по большому счету, дебют. Затем вот стоит отметить его в фильме «Женщина есть женщина», который тоже входит, ну, скажем так, в десятку его самых популярных фильмов. «Драма-нуар. Банда аутсайдеров». Он сам отзывался об этой картине. «Алиса в стране чудес встречает Франца Кавку». Но там эту картину растащили на цитаты. Его очень любил и Тарантино. И Бернардо Бертолуччи в фильме «Мечтатели» он повторил сцену, когда троица, значит, два парня и девушка, пробегают через Лувр, чтобы побить рекорд самого быстрого посещения Лувра, пройдя по всем основным залам. Вот эта картина оказала влияние. И вот действительно очень такой фильм культовый. «Альфавил». Надо заметить, что группа «Альфавил» взяла как раз-таки из этого фильма свое название. Немецкая группа новых романтиков. А эта картина, в принципе, такое жанровое кино, что не характерно для Гадара. А даже такой вот фантастический фильм о городе, управляемом компьютерной системой. Фильм «Мужское и женское» 1966 года. Ну и «Безумного пьерода» еще стоит упомянуть. Но, пожалуй, такие вот самые знаменитые картины Жанна Люка Гадара. Я хотел просто сказать, что появилась пера, появилась новость, что он умер. И, в принципе, 91 год режиссеру. Наверное, никто не удивился. В принципе, возраст солидный. И только потом появилась информация о том, что это было запланированное самоубийство. Я не знаю, как это называется. То есть он воспользовался возможностью тем, что он гражданин Швейцарии и имеет право на эвтаназию. Вот, то есть поэтому вот он, по словам его друзей, он устал от жизни. Вот как бы вот такие слегка пессимистические истории. Просто сразу же вспомнилась история о том, что Ален Делон тоже вот что-то такое, о чем-то таком намекал, и о том, что он устал от работы, от жизни и готов к этому. Ну, надеюсь, что он не последует примеру Гадара все-таки. Ну, возможно, что человек действительно уже больше ничего не хотел, ничего не хотел снимать, ничего не хотел видеть. И поэтому вот решился на такой шаг. Ну, и, кстати, еще одна, в общем-то, утрата королевы Елизавета II ушла из жизни. Как раз, в принципе, должен был выйти, по-моему, в конце года, пятый сезон сериала «Корона». И пришли такие интересные новости о том, что интерес к этому сериалу резко подскочил в Великобритании так на 800 процентов, то есть его, получается, в 8 раз стали чаще заказывать, смотреть, а за пределами Великобритании в 4 раза. Да, при этом, что после этого пришла новость, что его съемку приостановили как раз из-за того, что из-за смерти королевы сценарист сказал, что это в знак, так скажем, траура и прочее, они пока работать над ним не будут. Я так и не понял, работать над шестым сезоном или все-таки закончить пятый они не будут? Нет, пятый уже отснят. Я читал, я понимаю, что пятый отснят, и его уже собираются показать этой осенью, то есть там он стоит в сетке. А, ну, значит, над шестым пока работать не будут. Наверное, посмотрят на результаты и прочее. Ну, в конце концов, траур, как это ни печально звучит, траур заканчивается, вот, в ближайшее время состоятся похороны, и после этого Британия начнет жить заново уже с королем, вот. Ну и кроме этой новости про смерть королевы также высказались актеры, которые так или иначе с ней были связаны. То есть это Хелен Миррен в первую очередь, которая играла ее в нескольких фильмах, она тоже почтила память. И Дэниел Крейг, Джеймс Бонд, тоже с ней. Но он не играл, понятное дело, что он не играл королеву, но он сыграл с ней в небольшом таком ролике. Десять лет назад, когда была Олимпиада, ну, или чемпионат, я не помню, там, какие-то Олимпийские игры в Британии, королева снялась в небольшом ролике об открытии, и вместе с ней играл Крейг, который исполнял роль Джеймса Бонда, как обычно, который, как известный агент на службе Ее Величества. Ну и он тоже, вот, соответственно, высказался о ее смерти. Кстати, он вот вспоминал эти съемки вместе с ней, и, ну, не знаю, было ли это искренне или так, ну, из вежливости, но он сказал, что Ее Величество очень тщательно, внимательно отнеслась к своей роли, что, дескать, она не просто, ну, мелькнула в роли самой себя, что она внесла, дескать, очень существенное предложение по образу, там какая-то была, ну, а можно я скажу спасибо, или что-то, в общем, как бы, какая-то мелочь была, но он это развернул так, что вот она невероятно творчески отнеслась, и что, дескать, она практически вот сыграла, то есть как актриса настоящая, она отнеслась вот к этим съемкам очень серьезно, и он с большим уважением, как бы, говорил о том, ну, как ему было приятно с ней работать. Ну и, кстати, вот... Вот, как отцов, он британец, что же он мог сказать? Ну, конечно, да, только хорошее. Кстати, вот про Дэниела Крейга, дело в том, что на фестивале в Торонто показали, наконец-то, в фильм уже «Достать ножи», нам придется еще ждать, по-моему, декабря, когда... Вторая часть. Вторая часть. Причем там стеклянная луковица, по-моему, такой какой-то вот глаз аньян там под заголовок. Действие происходит на греческом острове. Новые персонажи, новая совершенно история, обещают два убийства, и поскольку его показали вот в Торонто, уже были отзывы и очень хорошие отзывы. То есть говорят, что это очень легкий фильм, достойно вот продолжает первую часть. В основном все очень остроумные диалоги снят, интересно. Два, значит, как я уже сказал, будет убийство, очень такая хорошая интрига. В общем, все довольны остались, очень хвалят и актеров. Можно порадоваться, что Крейг хорошо смог адаптироваться, уйдя с роли Бонда. Он нашел такую полноценную замену, потому что в первом... Можно напомнить, что в первом фильме он играл такого детектива а-ля Шерлока Холмса, который... Пуаро, ну что-то такого типа, который расследует убийство в замкнутом пространстве тоже. Ну, такое вот как бы аммашно Кристи и прочее. Ну, соответственно, вторая часть, я так понимаю, что она будет чуть пообширнее, то есть не будет таких замкнутых пространств там в пределах одного дома, а будет чуть пошире локация. Но все равно вот отзывы хорошие. Значит, работа была не зря. Тем более, что гонорар он получил за этот фильм какой-то космический. Я помню, что были новости о том, что его гонорар за второй фильм там исчисляется какими-то десятками миллионов. Значит, не зря деньги потрачены. Ну, вот будем надеяться, что, да, фильм также публика очень хорошо примет, как приняли его вот на этом фестивале. Там же, кстати... Да, я хотел просто сказать чуть-чуть друг от этой новости, что источником хейта как раз на этой неделе стал ролик диснеевской новой экранизации «Русалочки». Вот ты сказал, что публика примет. Я вспомнил, что вот новый трейлер вышел, Дисней продолжает снимать фильмы по своим классическим мультфильмам. То есть были уже там Дамбо, Аладдин, Король Лев. Сейчас вот Пиноккио вышел на стриминге тоже. И вот дошла очередь... А, ну, «Красавица и чудовище», конечно. И вот дошла очередь до «Русалочки». И самым главным, значит, триггером для аудитории стало то, что на роль «Русалочки» выбрали, ну, я не знаю, как афроамериканку, можно считать, но такую достаточно темнокожую девушку. И появился вот первый... То есть уже после появления этой новости были недовольны отходом от классики, так скажем. Но с появлением трейлера это как бы недовольство усилилось. И на данный момент там по просмотрам этот ролик тоже лидирует, 100 миллионов просмотров. Из них миллион человек поставили дизлайки. Ну, это тоже как бы очень много. Но вот все это неоднозначно. Есть уже умельцы, которые при помощи этого дипфейка осветляют ее кожу и делают волосы рыжими, потому что в фильме она, ну, как классические, у нее дреды там. Вот. Ну, в общем, ситуация вся неоднозначная. И будем смотреть, как будет развиваться дальше. Дисней, по крайней мере, на уступки идти не собирается, я так понимаю. Ну, да, им отступать некуда, потому что как раз-таки наоборот требования таких расовых... Как это? Расовой нейтральности. Хотя вот я не представляю себе, может ли темнокожая актриса сыграть Елизавету II, например. Но есть какие-то вещи, которые кажутся немножко странными. Требования, например, чтобы была расовая нейтральность, если в образе, в сценарии четко прописана, ну, как бы расовая принадлежность вот этого персонажа, героя. Ну, то есть я понимаю, что скоро как бы будут стараться нас от этого отвлечь, но пока еще стереотипы существуют. И вот, между прочим, да, мы в рейтинге Эмми премии упали, говорят, на 20% просмотры. То есть, несмотря на то, что и Оскар, и Эмми, ощущение такое, что они перестают быть какими-то событиями для людей. То есть, может быть, уже люди устали, а может быть, просто не смотрят. Появилась что-то другое, какая-то замена, ну, времяпровождение. Компьютерные игры, социальные сети, там, ну, масса других вещей. Но прозвучали те же самые упреки. Эмми слишком белый. Дескать, 30 вручили наград за актерскую игру, и только три темнокожих вот из 30, то есть, только каждый десятый был, значит, темнокожим. Но было еще два азиата. И это вот ставит в упрек, как был, помнишь, хэштег «Оскар слишком белый», точно так же вот сейчас Эмми. Да, ну, нам, конечно, эти проблемы чуточку не близки, так скажем, нас больше интересует, насколько хорошим, насколько справедливо или несправедливо даны награды фильмы. Но для американцев, наверное, это все-таки тоже немаловажная проблема. Ну, нам сложно судить, насколько она действительно соответствует реальности. ее вот педалирование, в том числе в кино, и правильно ты заметил, потому что с королевой вообще сложно, потому что это реально существовавший человек. То есть, если можно спорить о том, что фея в Пиноккио тоже чернокожая, и мало того, что она чернокожая, она еще лысая полностью, при том, что в оригинальном мультфильме это такая белокурая, белокожая женщина, да, вот. Но, соответственно, можно сказать, а где вы видели настоящую фею, и долго спорите, может ли фея быть чернокожей, или могут быть хоббиты быть чернокожими, то есть это то, что обсуждают сейчас фанаты «Властелина колец» сериала, да, вот. То касательно, когда дело касается реально существующих личностей в истории, тут уже, конечно, спор переходит на несколько другой уровень, да, исторический и прочее, но, опять же, кто снимает, тот, наверное, и заказывает музыку, так скажем. Так вот, возвращаясь, да, к фестивалю в Торонто, там показали не только «Достать ножи 2», там был еще ряд картин, значит, новая картина Спилберга «Фабельманы», это его такой, как бы, рассказ о прошлом кинематографа, и я понимаю, что картина, вот я просто мельком перед эфиром глянул на отзывы. Мне кажется, она автобиографична, он как о себе рассказывает. И такое вот ощущение, что люди боятся как бы замахнуться на Спилберга, то есть ее хвалят, но хвалят как-то сквозь зубы, и вот у меня ощущение, что похвалы какие-то вот, ну, не совсем искренние, ну, то есть боятся раскритиковать Мэтра, поскольку он у Спилберг уже, ну, как бы забронзовел, вот, как какая-то такая невероятно статусная и очень влиятельная фигура, но в то же время вот ощущение такое, что фильм не вызвал восторга, ну, то есть, ну, как-то, ну, вообще, в принципе, последние уже цать лет фильмы Спилберга достаточно спокойно воспринимаются, и они не становятся блокбастерами, не становятся какими-то вот великими картинами, хотя и получают Оскаров, там, как это «Вестсайдская история», ремейк, но вот нету, ну, такого вот вау-эффекта, который бы производил Спилберг вниз в своей... Мэтр уже всем все доказал, всем все показал, может почивать на лаврах изредка, рассказывая, как, видимо, о самом себе, о своей истории. Ну, почему бы и нет. Вышел, показали в Торонто также боепик Элла Янковича «Странный», там, где снялся Дэниел Рэдклифф. И здесь вот совершенно другая ситуация, картину, вот как и «Достать ножи», очень тепло встретили, у нее очень хорошие отзывы, говорят, что фильм получился смешным, очень хвалят Дэниела Рэдклиффа, который прямо вот вжился в эту роль и очень прямо перевоплотился, для него это какой-то такой вот, ну, сыграть реально существующего человека, который прямо и соавтор сценария, наверное, тоже, ну, сложно. И я вот с нетерпением жду, у меня почему-то вот ощущение, у меня ощущение, что это вот чем-то будет похоже на Говарда Стерна был вот фильм. Я забыл, как он назывался, но там, правда, Говард Стерн играл сам себя. Части тела. Части тела, да. Вот, ну да, но просто надо сказать, что вот этот, как его звали, этот персонаж, Янкилович? Эл Янкович. А, Эл Янкович. Это такой какой-то внутренне американский комик, который у нас за границей не очень известен за, ну, я как-то помню, что-то я видел его, какие-то пародии и гэги, он знаменит тем, что он снимал пародии, он или снимал, или вот что-то делал, какие-то пародии очень популярные, но они имели хождение вот внутриамериканское, это такое вот, как, не знаю, какой-нибудь в России бы сняли Шифрина или Евдокимова кино, то есть это такое кино для внутреннего пользования, но, возможно, благодаря Редклифу будет интересно и за границей посмотреть, узнать о таком вот человеке, о таком персонаже. Ну, я просто тем, кто, может быть, не знает, я напомню, что он был мастером пародии, он перевоплощался, он действительно умел пародировать Майкла Джексона, он пародировал Нирвану, пародировал Мадонну, то есть у него были абсолютно вот совершенно разные образы, каждый раз он не только внешне напоминал, он еще сам исполнял, имитируя голос исполнителя, что, ну, в принципе, очень сложно, и, ну, прям такой Галкин американский, я бы сказал. А, ну вот, точно, да, вот когда снимут про Галкин фильм и повезут его на фестиваль международный. И плюс к этому, ну, понятно, что там еще юмор был для тех, кто понимает английский, например, вот у Майкла Джексона песня «I'm bad», а у него песня «I'm fat», «Я толстый». Ну и вот весь ролик строится именно на том, что он, ну, про толстяка, который вот все время страдает из-за того, что он толстый. Или, например, «like a virgin», вот как девственница у Мадонны, «like a surgeon» у него было, как хирург, и у него все вот построено на, ну, обыгрывается какая-то хирургическая операция. То есть у него, конечно, вот, ну вот эти вот тонкости языка, они, ну, как говорят, непереводимые, далее следует непереводимый игрослов. Их очень сложно перенести, конечно, но для тех, кто знает английский, это, наверное, ну, были очень смешные, прикольные такие вот ролики. И еще там был фильм «Дамбо», я не знаю, насколько покажут его, не покажут, после долгого перерыва там сыграла Дженнифер Лоуренс, поскольку, ну, она же родила ребеночка, и, судя по всему, ну, вот она снималась еще до того, как она была на сносях. Фильм «Дамбо» рассказывает историю женщины-военнослужащей, которая, по-моему, в Афганистане воевала, подорвалась на мине там ее машина, и вот как она возвращается домой и реабилитируется после этих ужасов войны, работает чистильщицей бассейнов и заводит, по-моему, какой-то роман еще там с каким-то уборщиком. В общем, фильм, я так прочитал какие-то, значит, бу-бу-бу, вот хорошая роль, да-да-да, и потом какое-то ключевое слово проскочило – нудный. Ну, и я понял, что, несмотря, ну, вот вроде как бы тоже бубнят, ну, тема патриотическая, ругать вроде тоже, ну, американские, наверное, критики не хотят патриотическую картину, и, судя по всему, картина, ну, такая драма, которая очень близка, наверное, ну, вот американцам, которые там, поствоенный синдром, всевозможные эти вот вещи. Ну, для «За пределами Америки» я не знаю, насколько вот публика, которая, может, фанаты «Голодных игр» могут даже, ну, быть разочарованными и обжечься, если они идут и думают, что это будет «Вау, какой-то вот Дженнифер Лоуренс опять какие-то там кого-то будет убивать, там что-то будут какие-то такие приключения». Нет, это картина, абсолютно такая драма. Я хотел про новости чуть-чуть. Да, конечно, скажи. Заметить, что интересного произошло за неделю. Вот ты говорил про Спилберга, который забронзовел, и тут, соответственно, новость произошла от Джеймса Кэмерона, который бронзоветь пока не хочет. И, да, и он написал, что он начал съемки четвертого «Аватара». То есть мы пока посмотрели первый, еще не видели второй, который должен быть в конце года этого, а он уже приступает к съемкам четвертого. То есть, по его словам, второй и третий он снимал одновременно. Вот. И сейчас начал снимать четвертый, который выйдет в 26-м году. Вот хочется дожить, конечно. Еще в самом конце года, то есть на Рождество 26-го года. Как далеко у него уже расписаны планы? Да, и пятый фильм у него в планах на 28-й год. То есть он вот распланировал эту франшизу на пять фильмов, и четко все, значит, графики уже построены. В 28-м году он должен завершить ее, будем надеяться. В ближайшее время, в конце сентября, можно в наши кинотеатры пойти и посмотреть первый фильм. Я вот, например, хочу с ребенком сходить, потому что она родилась уже после выхода этого фильма на большие экраны, поэтому, соответственно, она его на большом экране видеть не могла. Поэтому, может быть, мы посмотрим его вместе и еще раз. Я его смотрел на большом экране, по-моему, два или три раза, и с удовольствием посмотрю еще, и буду ждать второй фильм. Ну, а четвертый и пятый, ну, буду очень надеяться. Я бы просто прокомментировал это одним выражением. Лучше бы ты снял продолжение «Терминатора», дорогой Кэмерон. Ну, потому что мне кажется, что... Ну, есть какие-то у меня сомнения, что можно ли эту тему как-то вот пять фильмов удержать внимание зрителей? Ну, в конце концов, Кэмерон все-таки пока не был замечен за тем, чтобы бросаться словами на ветер и снимать откровенный какой-то вот трэш. Поэтому... А по поводу «Терминатора», ну, «Терминатора», как говорят фанаты, «Терминатора» без Шварценеггера уже не «Терминатора», а Шварценеггер уже не в состоянии играть «Терминатора». Это уже смешно, поэтому, наверное, надо закрывать эту лавочку. Вот, кстати, по этой теме как раз высказался Харрисон Форд недавно, который заявил, что он последний раз сейчас, опять же, по-моему, пятой части «Индиана Джонс» выходит. И он тоже сказал, что все, больше он... Он сказал так, что ради вас я больше падать не намерен. Ну, вот примерно так, что все, заканчиваем прыжки и бегание с хлыстами и шляпами, как бы надо уже и честь знать. Ну, вполне, я думаю, что это рассудочные замечания. Да. Ну и хотелось еще пару новостей из ближайшего зарубежья, из России. Тут вот несколько таких интересных вещей произошло. Во-первых, Кристину Асмус, актрису популярную достаточно, вот в последнее время она много снимается, ее потащили в суд за антивоенные высказывания, причем какие-то абсолютно такие несерьезные, то есть она не ругала в Инстаграме Путина, не грозилась там чем-то таким, она просто написала что-то типа «нет войне», ее потащили в суд и, в общем, грозит ей штраф. Ну, это, конечно, не очень страшно для актрисы, там 800 евро, по-моему, в районе, но сам факт просто поразителен, потому что когда вот случилось нападение, очень многие российские актеры написали что-то подобное, то есть, ну, там «нет войне», там «за мир» и прочее. И вот первым почему-то, вот, вопрос в том, почему первым, кого потащили по этой статье о дискредитации российской армии, стало именно Асмус. Это вот вызывает такие дискуссии, потому что были и более оппозиционно настроенные актеры, которые что-то более серьезно писали, но их не стали судить, а вот почему-то выбор пал на Асмус, с которой ощущение, что хотят как бы вот демонстративно-показательно наказать высечь. Ну, вот пока... Ну, чтобы другим неправадно было. Да, рассмотрение суда вот будет прямо сегодня, будем посмотреть, что же в конце концов из этого выйдет, а штрафуют ее или не будут, просто интересно. Ну, и говоря о оппозиционных еще дальше, если то появилась новость, что в популярной, любимой многими и здесь, в том числе, франшизе «Елки», которую показывали и в Латвии, сейчас снимается аж девятая часть, и практически во всех предыдущих снимались Иван Ургант и Светлаков Сергей, и в девятой их не будет. И многие, опять же, связывают это с их таким не очень... Ну, антивоенными настроениями, что они осуждают. Да, как бы напрямую этого никто не подтверждает, понятное дело, но, тем не менее, впервые за это время они в этой франшизе не появятся. А может, устали просто, уже решили, что франшиза выдохлась тоже. Может быть, но совпадение очень подозрительное, так скажем. Еще, наверное, будет кому-то, может, интересно, что как в прошлом году, как мы помним, произошли съемки, первые съемки в космосе фильма. Сейчас, конечно, это кажется уже как в прошлой жизни, и, наверное, не все это помнят, но, тем не менее, что в России решили снять первый фильм в космосе и объявили о том, что премьера его состоится, ну, очень, достаточно предсказуемо, в 12 апреля следующего года. Ну, что там наснимают, не знаю. Ну, это Юлия Пересильд, картина, я уже не помню, какое название было, но... Называется «Вызов», она называется, да, ну, соответственно, о полете в космос, и вот решили продемонстрировать свои возможности в России снять фильм в космос, испортив, так скажем, Тому Крузу. То есть он хотел... Ну, он хотел стать первым актером, снявшимся в космосе, но вот ему испортили эту задумку. Я так понимаю, что там сюжет как раз в том, что космонавту становится плохо в космосе, и почему-то вместо того, чтобы вернуть его на Землю, решат отправить в космос хирурга, чтобы сделать ему операцию прямо там, в условиях невесомости. В общем, такая сюжетная линия. Да, завязка, в принципе, интересная, и было бы интересно посмотреть этот фильм, но теперь, конечно, он имеет политическую окраску, и, к сожалению, вряд ли будет доступен где-то кроме России. Ну, и еще одна новость была о том, что в России, опять же, решили снять фильм с использованием умерших советских актеров. То есть они решили снять, ни много ни мало ремейк «Семи самураев», как сказал Эрнст, то есть Первый канал там участвует. И для этого будут с помощью цифровых технологий оживлять советских актеров умерших. Не сказано, каких именно, не сказано, для чего, но вот, видимо, хочется очень продемонстрировать то, какие технические возможности у Первого канала. Это тоже неоднозначная реакция у этой новости, потому что недавно вышел сериал, не помню, как он назывался, где Владислава Галкина оживили для нескольких сцен, и это уже вызвало неоднозначное отношение. Ну, во-первых, не очень похож, во-вторых, собственно говоря, опять же, поднимается такой... Этический, да, конечно. Родственники, насколько... Ну, во-первых, родственники, и, во-вторых, кто знает, хотел ли бы сами актеры, которых еще не названы актеры, сниматься вот в том, в чем их решили снять на Первом канале. То есть это такая еще достаточно спорная тема, которая, наверное, встанет в ближайшее время перед кинематографом, когда возможности такие фильмы снимать появятся. Ну что же, на этом мы, наверное, и завершим нашу сегодняшнюю программу. Владимир Веселов, Олег Пека, программа «Синема». Всем киноманам привет и до встречи уже в следующую среду. Всего доброго. Радио Болтком